До конца года в Саратове планируется сдать четыре крупных объекта социальной сферы. Здание неонатального центра на территории областной детской больницы, модуль службы крови, сгоревший три года назад тюз и лыжный стадион. На стройплощадках побывал губернатор Валерий Радаев. На какой стадии строящиеся объекты сейчас и реально ли закончить работы за оставшиеся два с половиной месяца? Подробности в нашем следующем сюжете. Здание старого тюза, ремонт, продолжение. За прошедший месяц на фасаде появились пластиковые окна. Амбарная крыша, из-за которой было столько споров, исчезла. Внутри усилены проемы здания, идет отделка стен, тянут электрику. Кубернатору показывают цокольный этаж, будущий гардероб детского театрально-концертного учреждения. Эскиза согласованная. Красный, белый. Здесь потолки гипсокотом. Доукруглевый гипсокотом. Если кто собирается, то не долго. Самые заметные преобразования в большом зрительном зале на 300 мест. Идет монтаж отопительного оборудования. Приобретают очертания, будущие стены. Готов потолок, но его ровная белизна не радует художественного руководителя саратовского тюза Юрия Ашерова. Поскольку на 800 кубов увеличился объем, высота, изменилась акустика. Потому что этот зал обладал совершенно уникальной акустикой. Юрий Ашеров предлагает потолок искривить или установить отражатель звука. Потому как театральный зал без акустики неполноценен. Зампреду Валерию Сараеву жаль труд строителей. Вот когда сделали потолок, все наблюдали. И Минкуль, и уважаемые наши общественники, и все молчали. Потом, когда потолок сделано, говорят, нужно переправить. Это проверили, акустики все проверили. Никто не проверил. Готовьте официальное заключение, расчет, чтобы был. И надо нам учесть это. Потому что для нас это здание творческое. Мы не можем здесь, чтобы как сарай его сделать, оно нам не нужно. Во-первых, ни с каких. Мы там лучше сколько-то еще затратим. Но понимать надо, что это такой зал получается. Наступила ясность и по поводу палехской росписи на втором этаже. Уничтоженную огнем картину не будут закрывать гипсокартоном. Оставят окно 4 на 4 метра. В багетной раме его накроют росписью на ткани. Эскиз сейчас утверждают в палехе. Временно. В дальнейшем планируется картину на стене все-таки восстановить. А вот источник финансирования театрального оборудования будущего центра пока не ясен. На одежду сцены, музыкальную аппаратуру необходимо около 80 миллионов рублей. Гувернатор собирается решать проблему на федеральном уровне. Но все, что касается строительства, никакого снисхождения. Давайте темпы. Темпы уже зима, зашли в осенний-зимний период. Темпы надо фасад, чтобы все, что вы согласовали с исторической частью, с культурной частью, к этой части нам приступить. Чтобы в наружной части у нас в отделке было все. Руководитель регионального капстроя Алексей Решетников заверил, что к концу года будут закончены строительно-монтажные работы и здание старого ТЮЗа подключат к теплу и водоснабжению. Этим пока и ограничится. Выделенных из федерального бюджета средств не хватает. Но Валерий Радаев объявил, будем изыскивать финансирование из своих резервов. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.